Несмотря на якобы перемирие, российско-террористические войска не оставляют попыток прорубить коридор в Крым. На пути у них стоит порт на берегу Азовского моря Мариуполь. Этот город охраняют вооруженные силы Украины и добровольцы из полка Азов. Последние рассказывают, несмотря на заверения о том, что обстановка в районе Мариуполя под контролем, на самом деле не все так однозначно. Одессит Василий Полукошный, боец полка Азов, рассказывает, ситуация под Мариуполем нервозная и напряженная. Ни о каком перемирии речи не идет. Боец утверждает, против них воюют не шахтеры и трактористы, а вооруженные силы Российской Федерации. Последние не чураются ничем. В ход идет не только стрелковое оружие, но и минометы, танки, гранатометы. Когда мы начинаем их уже отодвигать, тут же идет запрос, дайте час тишины, потом продлите нам еще час тишины. И время, минут за 20-30 часа до окончания тишины, получаем обратно оттуда же вторую волну. Под Мариуполем есть населенный пункт Широкино, за который постоянно ведутся ожесточенные бои. Обе стороны конфликта регулярно заявляют о победе своего оружия и о том, что над Широкино водружен или ДНРовский, или же украинский флаг. Некоторые источники утверждают, что поселок не контролируется нашими силовиками. Украинские воины стоят на окраине населенного пункта, а сам поселок контролируют сепаратисты. На деле же ситуация следующая. Они остались на крайней улице в подвалах, куда мы не могли достать. Естественно, они отбивались, не подпускали нас к себе. Вот поэтому они остались на этой крайней улице и пока что еще сидят там. Благодаря нашим генералам. Особые, в кавычках, отношения сложились у азовцев с наблюдателями из ОБСЕ. Проблема заключается в том, что представители этой организации, призванные мониторить ситуацию на Донбассе, своим поведением все чаще наводят бойцов на определенные подозрения. Почему тогда, когда вы приезжаете, ровно через полчаса, максимум час времени вашего отъезда с нашей точки, нас начинают обстреливать. Говорю, вы корректируете их? Нет. Вы что? Вы что? Это происходит постоянно. Приезжают они, конечно, каждый день. И каждый день это все и происходит. Но вообще настроение в Азове нормальное, боевое. Василий говорит, единственное, с чем есть проблемы, это рации. Слишком часто выходят из строя. А так воины накормлены, вооружены, обучены и готовы гнать врага с родной земли. Единственное, что просят, не мешать им делать свою работу. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.